МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня состоялась 24-я очередная сессия уральского городского маслехата. В офисе филиала демократической партии Акжов состоялся прием граждан. В пищевую промышленность Казахстана вложат 100 миллиардов тенге. Первый транш из 1 триллиона тенге, выделенный из Нацфонда для финансовой поддержки экономики, пойдут на развитие обрабатывающей пищевой промышленности. Об этом на первом съезде предпринимателей в Астане сообщил премьер Масимов. Также казахстанским бизнесменам простят штрафы, которые числятся в налоговых органах. Подробнее расскажет Бауржан Шайхмед. По словам бизнесменов, они не могут взять длинные кредиты по низким процентам. Их душат тарифами монополисты. Много разрешительных процедур. Также бизнесу мешают проверяющие налоговики и коррупция. А в западно-казахстанской области от бизнесменов скрывают информацию по земельным участкам. Сейчас это огромная тайна. Практически, так сказать, никакой информации об этом нет. Пишешь вслепую, тебе отвечают через 30 дней. Ты узнаешь, что участок занят через 30 дней. Опять по-новому. Это бесконечный процесс. Или надо искать какие-то, назовем так, нестандартные отношения, которые составляют так называемую коррупционную какую-то составляющую. А по словам экс-сенатора Касымова, раньше бизнес проверяли толпой. Это была компанией. Поэтому сейчас в бизнесе остались лишь самые терпеливые. Если не считать торговцев на рынках, у нас нет малого бизнеса, уверен Касымов. А чтобы открыть новый бизнес, нужен стартовый капитал. Самая главная проблема – это проблема доступа к ресурсам. Ты берешь кредит, а с рисками банков у тебя получается 20%. Ты еще ничего не произвел. Только зарегистрировался, только взял оборудование или что, уже надо платить налоги. Это 14-16%. Риски банка тоже накладываются и получается 20%. Ну кто пойдет по 20% открывать свой бизнес? Но по словам высокопоставленных чиновников, скоро все изменится. В пищевую промышленность вложат 100 миллиардов. Премьер Масимов сообщил, что выделенные из нацфонда деньги прошли через фонд «Байтирек». Сейчас они проходят через банки второго уровня. На самый первый пилотный проект мы попробовали сделать фокус на развитии пищевой промышленности. Мы о чем говорим? Мы страна, которая обладает всеми ресурсами для того, чтобы самим себя обеспечивать продовольствием. Завозим продукты питания в среднем в год в эквиваленте примерно на 3 миллиарда долларов. Это очень большая сумма. Также казахстанским бизнесменам простят штрафы, которые числятся в налоговых органах с прошлого года. Вы знаете, правительство выступило с инициативой по проведению налоговой амнистии. Бизнес планируется освободить от пении штрафов, числящихся в налоговых органах на 1 января 2013 года, но не уплаченных на 1 января 2014 года. Проведение этой амнистии позволит предпринимателям высвободившиеся средства направить на развитие и расширение бизнеса. Я поручаю Султанову обеспечить рассмотрение и принятие необходимых изменений и дополнений в налоговый кодекс Республики Казахстан. Кроме того, Масимов пообещал, что для крупного бизнеса будет доступ к тендерам геологоразведки, но это в будущем. Также правительство выделяет деньги из бюджета на консалтинговые услуги. Эксперты будут советовать начинающим предпринимателям, куда вкладывать деньги. По словам премьера, в июле все эти разговоры превратятся в конкретные нормативно-правовые акты. Боржан Чайхмед Ганнизато Спанов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Иностранные журналисты исказили слова главы МИД о переименовании Казахстана. Ерлан Индрисов утверждает, что не говорил об отказе от суффикса «стан», чтобы отличаться от других центрально-азиатских государств. Министр иностранных дел Казахстана утверждает, что французская газета исказила его слова о переименовании Казахстана. Напомним, в феврале президент Назарбаев в ходе посещения Тараусской области высказал мнение, что в Казахстане есть суффикс «стан», как и у других государств Центральной Азии. Однако, по его данным, соседняя Монголия имеет широкий интерес среди иностранцев, не имея такого суффикса. Он предложил со временем рассмотреть вопрос перехода на название Казахстана в казах еле с обязательным обсуждением с народом данной идеи. В середине июня Идрисов дал интервью французской газете. Отвечая на вопрос журналиста об отказе от суффикса «стан», Идрисов сказал, что это штучки СМИ, их не надо принимать всерьез. Но позже отказался от этих слов. Я ни про приставку «стан» не говорил, про суффик «стан» не говорил, ничего такого не было. Она бы спросила, будет ли меняться название страны. Я сказал, что эта тема сейчас у нас активно обсуждается в СМИ наших, но, насколько я знаю, в ближайшее время изменений страны не будет. Вот что я и сказала. Они уже там дальше придумали сами. Сегодня состоялась 24-я очередная сессия Уральского городского маслехата, в работе которой приняли участие Аким города, руководители отделов Акимата города, Акимы поселковых округов и депутаты. На повестке дня рассматривался вопрос о работе, проводимой по программе «Дорожная карта занятости-2020». Также на сессии зачитан отчет об исполнении городского бюджета за 2013 год. Какие еще вопросы были затронуты на сессии, расскажет Бибигуль Таужанова. Как рассказала Айгуль Тукешева, уровень безработицы снижается. Программа «Занятости-2020», главной целью которой является содействие и повышение благосостояния граждан путем обеспечения устойчивой и продуктивной занятости недопущения безработицы. Программа уже реализуется по трем направлениям. Всего по городу на это было выделено 588 миллионов 418 тысяч тенге. Также в ходе своего отчета Айгуль Тукешева рассказала, что на обучение по востребованным специальностям на рынке труда было выделено 148 миллионов тенге. Из них на профессиональную подготовку сроком на 10 месяцев 96,3 миллиона тенге. 138 участников программы, завершивших обучение в 2010-13 году, на сегодня трудоустроено 111, то есть 84%. Социальные рабочие места. Для организации социальных рабочих мест на 173 человека выделено 30 миллионов тенге. На сегодняшний день с работодателями заключены 61 договор, по которым трудоустроено 173 человека. Молодежная практика. Для организации молодежной практики выделено 69 миллионов 232 тенге. На сегодня, значит, с 129 организациями заключены договора, по которым направлено на молодежную практику 362 молодых специалиста. О проведении оперативно-профилактических мер на территории нашей области рассказал Монарабек Габдулин. Работа ведется по пресечению фактов преступлений. В результате принятых мер наблюдается снижение числа преступлений среди несовершеннолетних на 38%. На 8% снизилось количество преступлений на улицах нашего города. Совершение преступлений группы лиц снизилось на 17%, ранее судимыми на 9%. Если говорить об особо тяжких преступлениях, то здесь уровень снижения зафиксирован на 38%. Смотря на общий спад преступлений, отмечается увеличение фактов общего уголовного преступления. Это преступления средней тяжести, в том числе краж чужого имущества, среди которых стоит отметить краж неохраняемых гаражных оператив, дачных массивов, карманные кражи, мошенничество и основное это посягательство на сотовые телефоны. В настоящий момент в городе действует 30 общественных советов направленных на охрану общественного порядка, которых задействует 325 наших граждан. Имеется у нас функционировать два студенческих отряда в содействии полиции. Советом общественности проводится определенная работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Исполнение бюджета на 1 января 2014 года сложилось на уровне 23 миллиарда 234 миллиона 667,6 тысяч тенге. Из них доходы составили 21 миллиард 494 миллиона 84,3 тысяч тенге. По итогам 2013 года по сравнению с 2012 поступления в бюджет увеличились на 1 миллиард 270 миллионов 837 тысяч тенге. Основным фактором роста стало увеличение поступлений займов и поступлений от продажи основного капитала, а также поступлений трансфертов. Присутствовавших на сессии депутатов интересовали вопросы ремонта местных дорог. Ведь в результате этого жители многих районов города остались без воды. Только в этом году на эти нужды уже выделены 4,5 миллиарда тенге. 1,7 миллиардов из которых выделили недропользователи в лице КПО БиВи. Аким Города подробно рассказал, какая работа уже ведется и что запланировано сделать этим летом. На эти деньги пройдет капитальный ремонт улицы Алмазова, завершится реконструкция дороги по улице Карева, проспекту Евразии, будет отремонтирован перекресток по улицам Срыма-Датова, Шолохова, Московская и дорога по улице Чкалова до поселка Жилаева. Также Аким Города отметил, что три крупных объекта будут ремонтироваться за счет средств КПО. Основные магистральные участки дорог – это дорога с аэропорта 8 километров, на объездную дорогу в сторону Деркула свыше 5 километров, улица Сарышек свыше 2 километров, а также с детской больницы до границы города в сторону Тоскалы, Саратовская трасса, свыше 4 километров. Эти дороги будут начаты в июле. По трем из них крупные объекты – это за счет средств КПО. Вы знаете, у них процедура очень бюрократичная, очень долгая, но они завершили, вот в июне завершили, насколько мы знаем, уже определили подрядчик. Контролировать качество мы будем. Технодзор есть и другие вопросы в соответствии с законом. Депутатов на этой сессии интересовал вопрос и горячей воды. Когда-то приблизится окончательно, потому что горячую воду отключили в центре города, и мы не можем невозможные сроки какие-то сказать. Что-то мы должны людям говорить. Вообще, какие у вас планы? Сколько отремонтированной дороги будут услышать? Когда планируется завершение в этой части? В горячей воде сейчас проводится завершение работы по реконструкции ТМ-2, на участке по улице Алмазова, от Кирилля Октябрьской. Там, в принципе, сейчас работа завершается, и где-то по первому в июле уже включить воду горячую. На ямочный ремонт улиц города в этом году предусмотрено 100 миллионов тенге. На эти деньги будут заделаны ямы на всех центральных и магистральных улицах и путепроводах. Уже ведется ремонт на улице Алма-Атинской по замене водопроводных сетей. Ремонт дороги будет вестись практически параллельно, не дожидаясь полной замены всех сетей. И уже к концу лета улица Алма-Атинская будет отремонтирована. В офисе филиала демократической партии АКЖОЛ состоялся прием граждан депутатам областного Маслихата Западно-Казахстанской области Аскаром Мергалиевым. Граждане нашего города пришли попросить помощь в решении личных вопросов. Подробности в следующем сюжете. В ходе приема обратилось за помощью к депутату и к партии АКЖОЛ 9 жителей нашего города. У каждого из них своя проблема. Кому-то нужна материальная помощь, кто-то просил помощь в трудоустройстве. Сегодня мы привели прием граждан по личным вопросам. Всего 9 человек к нам обратилось. Вопросы касались трудоустройства, жилищного характера, начисления пенсии. Данные обращения были приняты. Мы по ним будем работать. У Зинаиды Бирюковой стаж работы более 30 лет. В шахту она спустилась первый раз, когда ей было 15. Ей пришлось начинать самой работать, ведь в Великую Отечественную войну у неё все погибли. После она вышла замуж за геолога и уехала работать на Дальний Север. По возвращению в Уральск в 87-м году ей начислили минимальную пенсию в размере 31 тысячи тенге. У меня проблемы сейчас, чтобы мне вернули Север год за два. А если мне повысится трудовой стаж, значит мне и пенсия повысится хоть на немного. Вот поэтому у меня сейчас 30 тысяч я сейчас получаю, это мне хватает как раз на два дня. Коммунальные услуги, таблетки, то, что я принесла инфаркт один раз, ну и туда и так далее и тому подобное. За два дня у них не бывает. Наталья Курбатова – многодетная мать. Она имеет серебряную и золотую подвеску Алтын-Алка, но не имеет собственного жилья. У неё семь детей, и за них она получает поддержку от государства в размере 11 тысяч тенге. В 2012 году она встала в очередь на получение квартиры. За два года очередь продвинулась всего на 50 человек. Сейчас она снимает дом, и большую часть того, что зарабатывает, её супруг уходит на аренду. В мае этого года она обращалась к Акиму города Алтай-Кульгинову. Он ей сказал ждать порядки очереди. Судя по тому, как движется очередь, квартиру она получит только через 22 года. У меня проблема только одна, что я бы хотела, чтобы мне хотя бы помогли с домом, с квартирой, так как в данный момент у меня семеро детей, и я снимаю квартиру. Мы 40 тысяч дом снимали, плюс коммунальные услуги. У меня нет таких денег выплачивать. Сейчас в данный момент детей в школу собирать. Как их собирать? Если я не заплачу за дом, меня на улицу выкинут. А если я заплачу за дом, значит у меня дети пойдут раздетые в школу. По всем обращениям были даны соответствующие разъяснения, приняты определенные меры, все жалобы взяты на контроль партии Акжол. Двум гражданам партия помогла в трудоустройстве, а Оскар Мергалиев, как депутат областного маслехата от партии Акжол, оказал благотворительную материальную помощь в постройке Даринской мечети. В конце приема были вручены билеты новоиспеченным партийцам. Олег Великий, Анна Мордвинчева, Даорин Десюмбиев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Мы продолжаем наш выпуск, и вот что вы увидите далее. Сегодня в Департаменте внутренних дел состоялся брифинг с участием журналистов. В Уральске вынесен второй пожизненный приговор за всю судебную историю. Роман Копняев с подробностями. В Западно-Казахстанском областном суде были подведены итоги конкурса среди журналистов. Пригласили поздравить с наступающим праздником, а закончили подробностями жестоких преступлений. Сегодня в Департаменте внутренних дел прошел брифинг с участием журналистов. Которые 28 июня отметят День работников связи и информации. Полицейские не поскупились на теплые слова в адрес представителей средств массовой информации. Также здесь раскрыли подробности громких уголовных дел. Мохамбет Абисатов второй раз за время своего руководства Департамента внутренних дел области поздравляет журналистов. Всегда лично, находя для каждого особые слова благодарности за сотрудничество. Мы активно, быстро, своевременно узнаем различные новости как в нашем регионе, в стране, так и о событиях, происходящих в разных уголках планеты. Благодаря вашей информации мы радуемся чьим-то победам, сопереживаем чему-то горю, задумываемся над поднимаемыми вами проблемами. И хотелось бы поблагодарить вас за ваш тяжелый, нелегкий, социальный и общественно значимый труд. Пожелать вам всего самого хорошего, счастья, здоровья, удачи и всего самого наилучшего. Но полицейские не ограничились подарками и щедро поделились с представителями СМИ информацией. 22 июня на трассе Уральск-Дальинск неподалеку от поселка Жилаево произошло ДТП, в котором серьезно пострадала полуторагодовалая девочка. Водитель автомашины УАЗ, врезавшись в фольксваген пола, скрылся с места аварии. Задержан был водитель автомашины УАЗ, который оказался, что живет там же неподалеку. Водитель УАЗа был, да, в округе напьянение. Полицейские проинформировали о раскрытии убийства таксиста, которое произошло 3 июня неподалеку от поселка Щапово. Погибшему нанесли 50 ножевых ранений. В результате этой огромной работы вышли на тоже жители нашей области, некие Рожманова, которые на следующий момент санкции прокурора суда города Уральска арестованы. Находятся под стражей. Проводим расследование, назначены необходимые экспертизы. Но по первоначальным данным, которые мы получили, мы виновны, то есть не виновны, а в том, что человек имеет прямое отношение к данным преступлениям, сомнения уже отпали все. Вечером 17 июня на пересечении улиц Курмангазы и Фрунзе был обнаружен истекающий крой мужчина, 1962 года рождения. Позже он скончался в реанимации. В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен преступник, совершивший данное преступление, и был задержан. 37-летний житель города Уральска, ранее судимый. Причиной послужило алкогольное опьянение, что подозреваемый ушел в потерпевшую, и конфликт, возникший, скажем так, абсолютно из ничего. 18 июня возле дома 191 по проспекту Достык-Дружба был обнаружен труп мужчины. Полицейские раскрыли это преступление. Человек был задержан, 42-летний житель города Уральска. Причиной совершения преступления послужило то, что потерпевший за 2-3 дня до этого в ходе совместного распития спиртных напитков у подозреваемого украл сотовый телефон. И тот его на протяжении двух дней искал, и в тот вечер он его нашел, и во дворе этого дома он его избил. Полицейские пообещали журналистам и дальше освещать подробности громких уголовных дел. Роман Копняев, Айбулат, ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. В Уральске вынесен второй пожизненный приговор за всю судебную историю. Такое наказание суд определил организатору убийства главы крестьянского хозяйства Виталия Каркулы. Двое его подельников получили по 22 года колонии. Первые пять лет преступники проведутся в тюрьме в одиночных камерах. Без сомнения, за процессом по делу об убийстве Виталия Каркулы наблюдала вся область. Виталий Иванович возглавлял крестьянское хозяйство, где работали несколько сотен человек. Его супруга Валентина Каркула была депутатом областного маслехата. 28-летний Мерген Иманкулов, 35-летний Кинже Бержанов и 34-летний главарь банды Азамат Тугаев оборвали жизнь предпринимателя. Государственный обвинитель заявил, что раскрытию преступления предшествовала колоссальная работа. Подсудимый Тугаев, как организатор вооруженной банды, давал конкретные указания о приобретении оружия для того, чтобы совершить это преступление. Естественно, приобретение необходимых атрибутов, то есть масок для скрытности своих физиономий, приобретение хомутов для того, чтобы связывать потерпевших. И, к сожалению, мне приходится констатировать, что его преступный замысел был ими осуществлен. Председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам оглашает приговор. Подсудимые выслушивают его молча. Окончательно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания без правительства колонии особого режима, в том числе с отбыванием первых пяти лет срока наказания в тюрьме. Также суд удовлетворил иск потерпевших о возмещении морального и материального ущерба. Окончательное наказание в отношении Бржанова и Макова избрано в виде 22 лет лишения свободы с конфискацией имущества. С отбыванием первых пяти лет срока, назначенного срока наказания в тюрьме, отбывает будет наказание в исправительной колонии строгого режима, поскольку совершенные преступления отнесли много категория особой тяжких. В отношении Тугаева назначена мера наказания в виде пожизненного лишения свободы. Заявлен был гражданский иск о возмещении морального вреда на 10 миллионов и свыше 5 миллионов на части материального ущерба. Гражданский иск тоже удовлетворен полностью. Потерпевшая сторона выразила удовлетворение приговором. У осужденных есть две недели на его обжалование в апелляционной инстанции. Роман Копняев, Айбулат, ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. Сегодня в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних огласили приговор по делу британца Баруха Питера Даниэля Альфреда. Напомним, что иностранец, находясь на территории Казахстана, в городах Атрау и Уральск, приглашал к себе в гостиничный номер малолетних девочек, с которыми он знакомился в социальных сетях. Затем фотографировал несовершеннолетних в обнаженном виде за определенную плату, обещая им карьерный рост в модельном бизнесе. Также сегодня стало известно, что за время судебного процесса девять друзей Баруха Питера обратились в Генеральную прокуратуру Казахстана с просьбой взыскать только штраф, даже если вина его будет доказана. В общей сложности с участием девочек-подростков он сделал более 600 фотографий порнографического характера. Приговором суда гражданин Великобритании Баруха Питер Даниэль Альфред осужден к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за совершение тяжких преступлений на территории Атрауска и Западно-Казахстанской областях, совершенные в отношении малолетних и несовершеннолетних потерпевших. Судебное заседание подсудимый Баруха вину свой не признал. В ходе рассмотрения данного уголовного дела родители подсудимого Баруха возместили ущерб, причиненный малолетним и несовершеннолетним потерпевшим, в связи с чем гражданские иски были отозваны потерпевшими. Благоустройство жилых домов остается проблемным вопросом для жителей Уральска. В этот раз к нам в редакцию обратились жильцы дома, расположенного по адресу Северо-Восток, 40. Волнует их придомовая территория, которая находится в плачевном состоянии. Марина Горбок выехала по данному адресу. Дому, расположенному по адресу Северо-Восток, 40, уже более 25 лет. Жильцы рассказывают, что за это время придомовую территорию ни разу не ремонтировали. Они уже неоднократно обращались в соответствующие инстанции, но в ответ на их проблему слышали лишь обещание. Бить тревогу с придомовую территорию они начали еще несколько лет назад. Мы с жильцами дома писали на имя Акима города, заявления подписывались все. Акимат написали нам, что они разработают план и облагоустроят наш двор. Но по сей времени ничего не сделано. Жильцы сетуют и на отсутствие детской площадки. Маленькие жители этого дома лишены возможности проводить время отдыха на оборудованной территории. Вместо этого молодым мамам приходится ходить с детьми по разбитой дороге, постоянно опасаясь за своего ребенка. Бедные мамы не могут провести ни коляску с ребенком, ни пройти. Бедные дети, они каждый день ходят в школу вот через эти прутья. Вот за углом у нас элитная школа 34-я. Детям просто невозможно пройти. Они идут с остановки. Зимой мы все падаем, спотыкаемся, потому что вот такая дорога. Осенью, весной мы все, вот, вы знаете, идем облитые. Все, невозможно. В отделе ЖКХ нам сказали, что в текущем году будут проводиться работы по благоустройству 23 предмовых территорий живых домов. И дом, о котором идет речь, включен в этот список. Что касается Северо-Восток, дом 40, в этом году был разработан проект медной документации, который на сегодняшний день находится на рассмотрении государственной экспертизы. После выхода экспертизы я планирую произвести процедуру его закупок и приступить к строительному монтажным работам по благоустройству. Некоторые жители рассказывают, что прожили в этом доме уже более 20 лет. За это время сменилось несколько поколений жильцов. Вот только картина вокруг дома остается прежней. Марина Горбук, Дорин Дусимбиев, Александр Грабарев, ТДК-42. В Западно-Казахстанском областном суде подведены итоги конкурса среди журналистов. Здесь состоялось торжественное мероприятие, переуроченное к предстоящему профессиональному празднику журналистов. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Председатель областного суда Бек Ахметов, открывая встречу, поздравил представителей острова Пера и Меткого Слова с приближающимся профессиональным праздником. В данном мероприятии мы преследуем цель дальнейшего развития наших взаимоотношений. Судебные системы с представительными средствами массовой информации. Поздравляю с предстоящим праздником. Мы желаем всем журналистам творческих успехов, здоровья крепкого и всего самого доброго. В ходе встречи были подведены итоги конкурса среди журналистов на лучший материал о работе судов области. Решением жюри конкурса «Диплом первой степени и приз от имени областного суда и областного филиала Союза судей Республики Казахстан» за занятое первое место получил заместитель директора ТО «ЖАИК Пресс», собственный корреспондент «Казинформ» Сертага и Сагали. Второе место за серию публикаций, освещающие работу судебной системы Западно-Казахстанской области, получил корреспондент газеты «Мегаполис» Андрей Сармин. Третье место удостоен на корреспондент газеты «Приуралья» Саида Тулигенова. Мы очень благодарны, благодарны девочкам, с которыми мы сотрудничаем. Приятно, конечно, что нашу работу оценивают. Также за вклад в освещение работы суда были удостоены призов директор телеканала «ТДК-42» Татьяна Трифонова, корреспондент телеканала «Казахстан» Рауан Диалиев, СОПКОР телеканала «Астана» Еркан Карин, телеканал 24КЗ «Талгат» Жубаныш Калиев, ведущая телеканала «Казахстан-Урал» Гульмира Тлеубаева. Олег Великий, Анна Мордвинчева, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В Уральске проходит международный конкурс-фестиваль исполнителей песен народного артиста Республики Казахстан, композитора Искендира Хасангалиева. Произведения Хасангалиева давно известны не только в Казахстане, но и за рубежом. В фестивале «Атамикен» принимают участие исполнители из разных городов Казахстана, России и Монголии. Фестиваль-конкурса «Атамикен» стал традиционным. Проходит он раз в два года. В 2006 году получил статус международного. В нем принимают участие не только казахстанские, но и зарубежные исполнители. В этом году на фестиваль приехали гости из Монголии и России. Из Уральска приняли участие 9 конкурсантов. Фестиваль организован при поддержке областного акимата, Управления культуры и Центра народного творчества. Для чего мы проводим такие фестивали? Для популяризации творчества из Кентра Хасангалиева, для выявления новых имен, для вывода одаренной молодежи на большую сцену. После таких фестивалей они окрыляются, становятся известными, получают статус уже лауреатов международного конкурса. В дальнейшем они уже становятся неизменными исполнителями, артистами. Много у нас таких примеров, которые уже работают на большой сцене после таких конкурсов, фестивалей. Все конкурсанты прошли предварительный отборочный тур. Принять участие в этом фестивале – честь для каждого исполнителя. Я впервые участвую в этом фестивале. Мы с детства знаем произведения Ескендира Хасангалиева. Для меня большая гордость участвовать в этом конкурсе. В село фестивале принимает участие 31 исполнитель. Продлится он два дня. В выступлении конкурсантов по традиции оценит жюри. Будут отобраны самые талантливые исполнители, после чего состоится итоговый гала-концерт с награждением победителей. Марина Горбок, Дорин Досимбиев, Александр Грабурев, ТДК-42. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск завершен. Эти и другие новости вы всегда сможете найти на нашем электронном сайте по адресу www.tdk42.kz. Хороших новостей и до встречи на телеканале ТДК-42. Всего доброго и до свидания. Одежда ведущим предоставлена бутиками «Классик» и «Купер». Сити-центр, третий этаж. ТДК-42. 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 Редактор субтитров А.Семкин